Голосование по кандидатуре главы города по традиции происходит тайно. В бюллетене фамилия кандидата, который по итогам рассмотрения конкурсной комиссии занял первое место. Это исполняющая обязанности главы Рязани Елена Сорокина. На заседании присутствовали 37 депутатов, 31 проголосовал за кандидата, 5 против, 1 бюллетень. Признали недействительным. Приступит к работе в новой должности Елена Сорокина 11 сентября. Я уверена, что в одной общей команде и в конструктивном системном диалоге все вопросы жителей и граждан будут решаться на благо. Поэтому мы искренне поздравляем Елену Борисовну и очень надеемся на то, что наш город станет красивее, лучше, а благосостояние жителей будет улучшаться. Общаясь с журналистами после заседания Гурдумы, Елена Сорокина сказала, что, возможно, заведет аккаунты в соцсетях, но не хочет, чтобы ведением страниц занимался кто-то, кроме нее самой. Также сказала, что в городадминистрации будут кадровые перестановки и что она хочет войти в команду губернатора Николая Любимова. Что же касается решений городских проблем, то она будет опираться на мнение жителей. Самое главное, было налажено тесное взаимодействие с жителями. Никто, кроме людей, не знает, что нужно нашему городу, потому у них и буду спрашивать. Через общение с общественными организациями, ТОСами, безусловно, через личные приемы. Контракт с главой города заключается на срок полномочий Городской думы управлять Рязанью. Елена Сорокина будет в течение четырех лет.